Всем привет! Сейчас я хотела бы поговорить о проблемах миллениалов. Ох уж это наше дурацкое поколение, люди, которые родились с 80-х по 99-й год. Мы застали столько кризисов, мы настолько не уверены ни в чем, ни в завтрашнем дне, ни в институте семьи, ни в институте образования. Нам настолько вещей все равно, и при этом ведь мы люди, мы личности, нам нужно как-то реализовываться, как-то жить с тем, что мы родились в это время. Каждый раз, когда вы думаете, что вы такой один бездельник, который не хочет работать, не хочет ничего достигать, которому плевать на успех, на деньги, или наоборот, хочется денег и при этом неохота ничего делать, помните, вы такой не один, это целый пласт общества, это молодежь, вся современная работающая молодежь. Наше поколение не знает, кем быть и кем стать. Бывает такое, что ты, натыкаясь в социальных сетях на бывшую одноклассницу, смеешься над тем, что она выучилась на мастера маникюра, а потом понимаешь, что да ты сам такой же, ты сам себя до сих пор ищешь, 24, 25, 26, 30 лет, ты сам до сих пор не знаешь, а в чем мое призвание, а кем бы я хотел работать. Ты точно так же все еще ни в чем не уверен и ищешь себя, ищешь способ жить и работать на такой работе, где тебе не будет от нее тошнить. Да все потому, что мы видели и знаем пример наших родителей, у большинства из которых была такая работа, на которую не хотелось утром просыпаться и идти. Естественно, это негативный пример, и нам так не хочется. Есть еще мое любимое, это капитализм и чрезмерное потребление. Мы можем купить все, что нам захочется. Мы не ограничены ничем, только финансами, только деньгами. Если у нас есть возможности и желания, можно приобрести все. За всю историю человечества только сейчас такое время. И большинство представителей нашего поколения искренне уверены, что от всех этих моральных и психологических проблем, давления общества, давления родителей, социума, от этого отсутствия спокойствия, от вечного поиска себя и своего места в этой жизни, хороший выход — это шоппинг, это смена имиджа, это вкладывание денег в себя, покупки и свою внешность. Это огромная ошибка. Вот так я связала эти две проблемы миллениалов, из которых вытекает, что одним из способов чувствовать себя здоровее, морально-психологически, и, наконец-то, выйти на путь здорового поиска себя, принятия себя — это осознанное потребление и осознанная жизнь. Только специально отсекая лишнее, лишнюю информацию, перенасыщение товарами, вот эти вот все излишества, только тогда можно выйти на внутреннюю чистоту и на четкую картину себя в этом мире, своей жизни, увидеть то, кем ты вообще хочешь быть. Все, что нам нужно, оно уже рядом с нами, оно внутри либо вокруг нас. Сейчас как никогда легко доступны путешествия. Сейчас в одной минуте от тебя лежат величайшие книги и фильмы, снятые и сделанные человечеством. Если не распыляться на ерунду, на популярную ересь, можно задуматься, заняться и впитать опыт всех предыдущих поколений и, наконец-то, понять, кто мы есть. Я не говорю о том, что я какой-то мудрец и прозрела, и нашла свой путь. Нет, я тоже все так же в поиске. Опять же, говорю об этом, говорю о миллениалах, потому что являюсь представителем этого поколения, потому что меня все это волнует так же, как всех нас. Но суть в том, что всегда становится легче, когда понимаешь, что ты не один. И когда кто-то в таком же положении, с такими же мыслями, как у тебя, нашел маленький, но возможный способ сделать свою жизнь проще, чище. Нас много. Это главное. Нужно поддерживать друг друга. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok